Дороги, школы, цены на продукты. Список самых актуальных вопросов казахстанцев составили депутаты. Проблемы будут решать законодательно. 10% образования эта школа, еще 10% улица, а 80% семья. Об актуальной проблеме осознанного родительства говорят в Казахстане. Для чего лидеры мировых религий соберутся в столице Казахстана? Меньше месяца осталось до начала работы третьей сессии седьмого созыва парламента Казахстана. Но перерыв в череде заседаний не значит отсутствие работы у парламентариев. Напротив, летние месяцы сенаторы всегда используют максимально продуктивно и практически, выезжая в регион и встречаясь с избирателями, чтобы затем поднять темы, волнующие казахстанцев уже в стенах парламента. С этого сегодня и начнем. Здравствуйте, пришло время сенатор. Парламентарии продолжают встречаться с жителями регионов. Каждый депутат, как правило, посещает ту область, от которой он избирался в Сенат. Это дает возможность не просто услышать о новых проблемах региона и конкретных людей, но и сравнить, что изменилось со времени последнего визита. Удалось ли решить поднятые вопросы? Если нет, то почему? Такие продуктивные встречи с мультипликативным эффектом. Ведь все недочеты в развитии области или же недоработки профильных ведомств становятся поводом для депутатских запросов или вовсе внесения изменений в нужный закон. О том, чем живут регионы, в нашем сюжете. Западно-Казахстанская область. Касталовский район – один из крупных в регионе. Неудивительно, что в рабочем графике депутата Наримана Торигалиева значится этот населенный пункт. И одним из самых проблемных вопросов у местных жителей остается качество дорог. Люди жалуются, и работы вроде идут, и бюджет средства выделяет. Да вот только ситуация не меняется. Дорог как не было, так нет. Впрочем, касается это не только ремонта работ. На повестке дня, пожалуй, самый актуальный вопрос перед началом учебного года – строительство новых школ. Но и тут проблема. В свое время был разыгран конкурс, и подрядчики его, к сожалению, затянули по срокам. Этот вопрос жители поднимали на встречу. Можно сказать, что это их крик души. Также мы увидели новые факты, что в селе Сары-Кудук и Касталовка школы, которые должны были возвести за один год, строят третий год. Со своей стороны мы, как депутаты, посоветовали подрядчикам заняться эффективным освоением средств и завершить объекты, как полагается. Еще одна горячая тема августа – сбор урожая. Собирают овощи сейчас и фермеры северного Казахстана. Но собрать, говорят аграрий, это только полдела. Нужно еще и сохранить выращенное и собранное максимально долго, чтобы запасов этих хватило до следующего урожая. Еще свежи в памяти казахстанцев пугающие ценники на морковь и картофель. Здесь овощихранилище до 50 тонн. В этом году мы прорабатываем проект. На следующий год мы будем ставить семья овощихранилища уже с последними национальными технологиями. То, что касается полива, будем увеличивать. В этом году мы задействовали только 5 гектаров из 10 гектаров. На следующий год будем задействовать 10 гектаров. Проблему директора агрофирмы озвучивает депутату Ерику Султанову. Акцент в этой поездке сенатора на развитие сельского хозяйства. Вопрос для региона актуальный. Отечественные фермеры стремятся максимально обеспечить потребителей собственной продукции. Большие надежды региона на вот эту молочно-товарную ферму. Тут идут последние приготовления к старту работы. Уже в ноябре будет сдан в эксплуатацию корпус для крупного рогатого скота. Вот они уже делают молочно-товарную ферму новую. С Европы берут очень породистый скот, горшины фризы. В этом году этот объект будет введен в эксплуатацию. Все это дает новые рабочие места. Заработная плата здесь достаточно неплохая, устойчивая. Люди всегда имеют заработную плату. И у регионов иногда схожие проблемы. Жители Алматинской области, так же как и западно-казахстанцев, волнуют вопросы ремонта дорог. Но есть в этой области и свои вопросы, требующие незамедлительного решения. Так, фермеры опасаются дефицита пассивных площадей. Аграрии попросили сенатора Жанбулата Жургенбаева обратить внимание на нехватку пастбища. Предложили создать комиссию, которая бы проверила использование земель по назначению. Этот шаг, по мнению местных жителей, решил бы не только вопрос с расширением пастбища пассивных земель, но и позволил бы обеспечить работой сельскую молодежь. Сейчас поднимается вопрос о выделении квоты для сельской молодежи на обучение в вузах. Речь идет о получении аграрных специальностей. Мне известно, что в аулах сегодня есть нерешенные проблемы. Среди них нехватка питьевой воды. Строятся школы, детские сады, но их пока недостаточно. Думаю, многие вопросы найдут свое решение. Мы над этим работаем. Вообще, в год детей в Казахстане вопросом подрастающего поколения внимание особое. Проблема для нашей страны актуальна. К сожалению, в стране продолжают гибнуть несовершеннолетние. И это лето не исключение. Дети выпадают из окон, тонут в водоемах, подвергаются жестокому обращению. И зачастую трагедии происходят из-за попустительства взрослых. О том, что нужно менять в нашей стране, чтобы у детей было по-настоящему счастливое детство, обсуждали на этой неделе в столице. В этом зале собрались те, кого называют экспертами в воспитании подростков. Педагоги, психологи, специалисты по семейным отношениям. Ежегодная республиканская августовская конференция в этом году проходит под лозунгом «Будущее страны – сознательное поколение». Последние, наверное, 10 лет мы говорим об инновации в образовании. Мы говорим об обновленном содержании образования. Но в первую очередь, наверное, это касается об обновленной работе с родителями. И вот я считаю, сегодняшний форум, сегодняшняя конференция – это толчок, это большой план работы именно школы с родителями. Этого не хватает для качества образования. Это не хватает для воспитания социальной, социализированной личности. О том, как вырастить из ребенка личность, рассуждают и родители. Нужна не только масштабная пропаганда семейных ценностей, но и защита прав детей, считают участники конференции. А потому в зале обсуждают и права подростков на бесплатное образование, охрану их здоровья. Все полезные инициативы найдут свое отражение уже в работе парламентариев. Что это значит? Все, что мы затрагиваем в парламенте, правительстве, обществе, будь то бензин, фьючерская продажа, вакцинация, которая была необходима в период пандемии. Для чего все в конечном итоге? Для будущего наших детей, для будущего нашей страны. Родители, которые это понимают, должны работать вместе. И в контексте воспитания детей мелочей быть не может. Например, уверены родители, каждый маленький гражданин страны имеет право на посещение детских садов. Но по факту попасть в государственное дошкольное учреждение сейчас в Казахстане тот еще квест. Проблему поднимали и депутаты. На сегодняшний день в Казахстане работают почти 11 тысяч дошкольных организаций, в которых работают почти 98 тысяч педагогов. На такое количество дошкольных учителей приходится почти 938 тысяч воспитанников. Очевидно, что педагогов в стране попросту не хватает. Например, сейчас 50% специалистов, работающих в дошкольных учреждениях, не имеют профильного дошкольного образования. Чтобы решить проблему, уверены депутаты, нужны конкретные и адресные меры. К примеру, увеличить зарплату педагогам, чтобы повысить привлекательность профессии, открыть во всех детсадах ясельные группы, ну и прежде всего повышать профессионализм специалистов. На фоне всех перечисленных факторов у работников дошкольной сферы происходит педагогическое и психоэмоциональное выгорание. Все чаще происходят случаи жестокого обращения с детьми, вплоть до рукоприкладства, а также дисциплинарные нарушения со стороны педагогов в дошкольных организациях. В Кабмине проблему признали. Сейчас местные исполнительные органы проводят работу пареорганизаций детсадов в ясли сады, а дети предшкольного возраста переводятся в нулевые классы, чтобы освободить места следующим дошколятам. Помимо того, в стране разрабатывается и утверждается пошаговый план ввода и открытия дошкольных организаций. В Казахстане продолжается подготовка к масштабному международному событию, которое пройдет уже меньше, чем через месяц в столице нашей страны. Съезду лидеров мировых и традиционных религий. В Казахстан приглашены делегации из различных стран мира, которые представляют ислам, христианство, иудаизм, синтаизм, буддизм и другие религии. Этапы подготовки к съезду и актуальные новости и события теперь находятся в свободном доступе. Недавно был презентован официальный сайт съезда и его страницы в социальных сетях. Так что любой желающий может следить за обновлением. Для нас очень важно, чтобы общественность получала достоверную и своевременную информацию в целом о ходе подготовки к съезду и о съезде. Информацию мы даем на трех языках, поэтому призываю общественность подписываться, читать только достоверную и официальную информацию о подготовке к съезду. Одну новость казахстанцы уже обсуждают. В рамках проведения съезда в столице будет создан парк, символизирующий единство, сотрудничество и дружбу между разными конфессиями и этносами в Казахстане. Есть одна новость, она напрямую связана с экологической повесткой. В рамках съезда мы будем создавать большой природно-рекретационный парк. И секретариат съезда на официальных страницах, в социальных сетях и на сайте объявил конкурс для архитекторов, ландшафтных дизайнеров, для урбанистов, чтобы они могли напрямую принять участие в озеленении данного парка. Это было время Сената. В следующих программах мы вновь расскажем о работе, направленной на повышение социального благополучия всех граждан страны. До встречи в эфире.